Добрый день! В эфире PLN-FM, программа-беседка у микрофона Анастасия Сливинская. Сегодня гости нашего эфира руководитель зоозащиты и приюта Лесопилка Вера Короткова и главный специалист Центра креативных индустрий культуры PLACE Арина Овчинникова. Добрый день! Здравствуйте, наши дорогие гости! Мы сегодня с вами поговорим о развитии культуры ответственного отношения человек-животные и о фестивале Коридор. Давайте, наверное, начнем с арт-фестиваля Коридор. Он будет проходить на этих выходных 11 и 12 июня. Насколько мне известно, такой фестиваль происходит вообще у нас первый раз. Как минимум, то, что он происходит в приюте, уже очень интересно. И как раз с этим, наверное, возникает вопрос, почему именно в приюте и какие главные цели и задачи поставлены у этого фестиваля? Ну, наверное, начну я отвечать за ту сторону, которая касается именно приюта великих художников и артистов. Всех, кого мы ждем, уже мы послушаем чуть-чуть подальше. А что касается приюта, почему в приюте? Потому что мы всегда делали и мечтали, и уже были попытки сделать приют не просто приютом для животных, но и своеобразным центром, центром семьи, центром культуры. Мы не навязываем свое видение, но показываем, как может быть, как может быть хорошо для животных, что можно сделать для животных. Даже привлекая такие удивительные способности людей, как рисовать, фотографировать, очень красиво петь, танцевать. У нас самые разные были уже попытки и успешные. Вот этот фестиваль, он продолжение того, что уже когда-то было, но совершенно необычное и для нас в том числе. И мы очень рады, что у нас есть такие кураторы и люди, которые способны пригласить в приют для бездомных животных, совершенно творческих, совершенно кажется с другой планеты людей, и соединить это вместе. Потому что на самом деле это все красиво, это все уютно, и так и должно быть. Это центр для творчества, центр для доброты и любви. Я думаю, это все очень уместно. Тогда конкретно по задачам и целям, что будет происходить? Ну, по фестивалю хотелось, когда мы создавали этот фестиваль, нам хотелось с одной стороны привлечь внимание к приюту Лесопилка и также дать возможность художникам молодым пообщаться, меняться опытом, также и выразить себя. Они же будут рисовать, откуда пошло название вообще коридор. У вас там есть такое небольшое пространство, и оно выглядит действительно как коридор. Там сбоку такие большие бетонные плиты, мы уже подготовили их, там фон уже подготовлен, и ребята планируют весь этот коридор заполнить своим творчеством. Это будет действительно классно. Но помимо этого также это будут два дня такого классного общения между художниками, также будут приглашены, приглашаются активные жители города, чтобы, как сказала Вера, чтобы образовать такое как комьюнити, да, тех, кто, ну, во-первых, те, кто относится к этой проблеме содержания животных, чувствительны к этой проблеме, так сказать. Да, да, да. Впервые, наверное, столкнутся с этой проблемой. Да, 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 да. Ну и также познакомить многих гостей с приютом Лесопилка. Ну и также будет опен колл для художников, также там будут образованы разные кетеринги, да, от нескольких. Еще у нас будет проходить фотосушка, где будут ребята, фотографы, художники будут выставлять свои работы, и ты можешь оставить свою работу и взамен забрать чужую. Тоже такой обмен и взаимодействие такое некое. Но помимо, ты можешь забрать за чужую работу, можешь также и за донат забрать, потому что привлечение средств, донат, это будет одно из важных моментов на всем фестивале. Еще будет у нас там йога и небольшие танцы еще, по-моему, планируется, да, и барахолка, по-моему. Да, у нас еще будет глашиный рынок, что, в общем-то, очень уместно, и это тоже в помощь для содержания этих бездомных и пока еще животных. Да, и это такой фестиваль, он первый именно тем, что это вместе с лесопилкой делается, да, на базе, да, на базе приюта. Был, несколько лет назад был фестиваль Плеск, это абсолютно легальное, был фестиваль, где участвовали художники арт, стрит-арта, да, вот, там тоже много было участников, но этот уникален именно тем, что он сразу много моментов затрагивает, и сразу большое такое взаимодействие многих сфер получается. Полностью согласна, на самом деле очень рады, что в Пскове это все появляется и продвигается, и вот с помощью фестиваля вы хотите, конечно же, привлечь людей к такому вопросу, как бездомные животные, да, а с какой самой большой проблемой вы вообще сталкиваетесь, и что вообще самое, наверное, сложное в вашей деятельности? Ну, конечно, это отсутствие финансирования постоянного и надежного, отсутствие денег, как это ни банально, это отсутствие хорошей еды, хорошего медицинского, ветеринарного обслуживания, поэтому всегда вся проблема во всех приютах, в нашем том числе, упирается в деньги. Вот как, красиво или некрасиво это звучит. Поэтому все телодвижения, все наши какие-то придумки, и наши фестивали, и прошлые, и вот этот, и, наверное, в будущем мы будем закреплять это все только для того, чтобы улучшить содержание животных в приюте, сделать приют более уютным и вкусным, и уютным для и людей, и животных, которые все время там взаимодействуют, они все время имеют контакт, и это должно быть очень приятно для всех. Но, опять же, это все обслуживается деньгами. Это все, за все надо платить, чтобы всем было хорошо. Арина, вопрос скорее к вам сейчас про художников. Насколько мне известно, 10 художников примут участие. И вы уже говорили о том, что это коридор, который они будут раскрашивать, это стрит-арт будет, правильно? И тысячи квадратных метров будет, да, там всего. Как связать именно искусство, стрит-арт, и помощь животным? Каким образом это может помочь? И в целом, наверное, еще вопрос про художников. Кто они, откуда и чем занимаются? Про художников. Есть такие достаточно профессиональные художники, которые будут участвовать, такие как Мутабор, возможно, многим известны его иллюстрации. Есть у нас в городе Иван Трахов тоже, у него много работ, муралы, несколько муралов на Запсковье. И также более такие ребята, начинающие, вот, Ротсон один из них, Овест, ТСН. Еще будет один художник-самек из Петербурга приедет. Это также очень здорово, что не только Псковский, еще из других городов, какой-то такой тоже обмен опытом. Еще девушка Сона Ра, она художник не стрит-арт, но что мешает художнику попробовать себя в этом? Художники все очень активно отозвались сразу. И по поводу объединения этого момента, да, творчества, стрит-арта и проблемы приютов. Но это непосредственно будут, возможно, какие-то иллюстрации на эту тему. И вообще художники, эти ребята, они не просто, как правило, художники, они выражают свои мысли через свое творчество. И в этом моменте как раз и будет выражаться вот эта проблема. Вы также приглашаете на фестиваль спонсоров. Ну и, конечно, важно подчеркнуть, что любой вид помощи, он сейчас как нельзя актуален, как и, в принципе, всегда. Как дело обстоит с партнерством? Что оно для вас значит? Кто за этим стоит? И насколько много людей идут на такой контакт? Скорее, наверное, к Вере вопрос. Партнерство. В основном наши партнеры в целом, даже если не взять этот фестиваль, и фестиваль в том числе, это обычные наши граждане и добрые люди города Пскова. Конечно, есть организации, которые нам помогают постоянно, и, возможно, благодаря этим организациям мы можем варить что-то, пить, потому что, допустим, одна организация обеспечивает нас водой. И это просто неземной какой-то праздник, потому что без воды, как известно, не туда и не сюда. На фестивале, всё, что касается партнёров, по фестивалю у нас отвечает... Я добавлю потом ещё, да. Другая сторона, креативная. Да, да, да. Поэтому для нас мы как опирались на обычного студента, обычного пенсионера, домохозяйку, на работающих людей, врачей и безработных, но очень добрых людей. Вот это наши партнёры были, есть и будут. Мы только за счёт вот таких постоянных наших помощников и можем существовать. Ну, это, скорее, такое, получается, постоянное взаимодействие у вас. Именно поэтому вы и живёте. Ну, конкретно про фестиваль большое очень партнёрство, очень большой вклад внесла Лесная Поляна. Это вот мастерская, там разные из дерева вещи они делают. Один из активных участников – это вот Платон, как раз соучредитель Лесной Поляны. И мы со своей стороны от креативного центра оказываем медиаподдержку, всяческую, какую можем. Также есть ещё Варвара Бабёнышева, которая создаёт видео постоянно, какие-то фотографии, и она занимается вопросом фотосушки, организации вот этого вот мероприятия. Ну и, в общем-то, такой вот командой получается, что это непосредственные такие партнёры. Ну и, конечно, ПЛН, которая нас приглашает, и мы можем об этом рассказать. Да, и чем больше людей узнает, тем больше людей придёт и узнает о проблеме. Да, тут я полностью согласна. И вот как раз касаемо огласки в сети. К сожалению, заметно, что не все люди положительно относятся к идее фестиваля. Это очень странно. Но ещё что более странно, что некоторые зоозащитники к этому как-то неправильно относятся, скажем так. Почему, как вы думаете, это происходит? Ну, в общем-то, взгляды у зоозащитников смотрят в одном направлении, помощь животным. Но происходит это всё равно немного по-разному. Кто-то видит помощь животным в одном, кто-то видит в другом. И, скорее всего, здесь срабатывает, ну как некрасиво звучит, может быть, какая-то ревность, зависть, может быть... Разность мнений какая-то. Однозначно разность мнений, разность подходов к помощи животным. И на этой почве получаются какие-то недопонимания и выпады, буллинг. Вообще есть очень неприятные вещи, неприятные целые истории. Но мы все идём дальше, мы существуем, мы доказываем своим, своей жизнью, своим существованием, что каждое мнение, оно имеет место быть. И наш приют, он не самый плохой приют у нас, если взять Псковскую область. Поэтому мы не обращаем внимания уже на вот такие выпады и на недовольства. Они всегда есть и будут. Всегда у хорошего дела найдётся кто-то, кто будет этим недоволен. Давайте не будем на это обращать внимания. Ну, конечно, это тоже верно. Наверное, ещё возвращаясь к вопросам у художников. Как удалось вообще их всех привлечь? Почему из разных городов? И довольно всё-таки известные личности. Вот, например, псковские художники, правда, известные. Как они вообще отнеслись к идее? И просто как удалось собрать их всех? Ну, непосредственно идея фестиваля это была от художника Родсон. Молодой парень, ему 18 лет. И он достаточно активный. И он просто... Эта идея у него родилась. Но из-за того, что он сам художник, у него много, так сказать, они общаются все между собой немного. Поэтому он кого-то позвал, кого-то мы уже знали по работе в креативном центре, уже взаимодействовали с некоторыми. Вот с Мотобором у нас даже было интервью одно. И работа его даже висит у нас. Вот. Они все очень хорошо реагируют. Конечно, они только за какой-то такой движ, за общение, за взаимодействие. Тем более за такую благую цель. Да, это вдвойне классно. Ну и старались, да, чтобы это было интересно, позвать ещё кого-то из другого города, например. Ну вот когда был фестиваль «Плеск», там было прям много, не только Сапскова. Ну у нас тоже немного такой вот в том стиле сделан. Поэтому мы стараемся, чтобы как можно больше было охват. Да. Планируется ли сделать фестиваль ежегодным? Мы, конечно, планируем. Но мы что-то можем планировать, спланировать. А судьба и жизнь распорядиться по-своему. У нас до этого планировались наши ежегодные выставки и наши ежегодные встречи в приюте. Но вот, допустим, пандемия нам помешала, и два года ничего этого не было. Сейчас вот в фестивале мы возобновляем вот это общение с людьми и приглашаем такое количество людей, которое когда-то посещало нас, по 200, по 300, 500 человек. За один праздник. Но еще мы на ступеньку выше, даже, может быть, на две, приглашая вот таких вот необычных гостей, которые заинтересуют людей. Конечно, очень хотелось бы, чтобы это продолжалось. Все упирается. Даже сейчас у нас не было много времени. У нас не было возможности собрать больше спонсоров, партнеров, которые бы помогли сделать это более, наверное, масштабно. Очень планов было много, и хотелось это сделать. Вот Платон, он мечтал просто того, того, он такие фамилии перечислял. Мы с дрожью думали, а вот если правда он приедет, что же делать? Это же... Но вот Платон молодец, все организовал, и приезды, и гостиницы. Просто то, что мы, варясь в собачьих делах, нам реально оттуда не вырваться. И вот должен был человек, который вот это направление взял на себя, и вот соединение вот этого всего выльется вот в этот фестиваль. Мы необыкновенно благодарны вот всем людям, которые вроде бы шли рядом и никогда не пересекались вот с такой проблемой. И столько точек соприкосновения, столько удивительных даже вот этих рисунков, которые мы сейчас просматриваем, это же очень трогательно. Это мы, это наша тема, это животное, это добро, это любовь. Почему мы раньше друг друга не нашли, не встретили? Вот даже странно, да. Ну, всему своё время. И какие у вас примерно видения того, как должно пройти, что будет дальше, или может быть даже шагать дальше и развиваться, и где-то ещё устраивать такие мероприятия? Да. Ну, всё должно пройти хорошо, потому что у нас много, всё вроде бы как готово. Художники готовы, их полотна тоже ждут их, вот, и все достаточно воодушевлены, я думаю, всё будет очень здорово, это будет два дня классного общения, мы всех приглашаем, да, те, кто ещё не знаком. Это классная возможность, если вы всё время слышали про приют Лесопилка, у вас же, по-моему, устраиваются по выходным вот эти дни, когда можно прийти, повзаимодействовать с собаками, с ними поиграть, да, 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 даже всё время можно. И, ну, я вот со своей точки зрения говорю, что мне вроде как это было всё время интересно, но как-то было то ли не дойти, то ли далеко ехать, да. А это такая возможность, во-первых, познакомиться, и, возможно, это как раз вот тебе понравится, и дальше тебе захочется постоянно там приезжать туда. именно вот фестиваль, это будет таким, ну, такой вот причиной приехать ещё одной, помимо всех остальных, и далее также приезжать. Вера, расскажите поподробнее, именно люди могут приехать, я так понимаю, что с собаками погулять, да, это практика известная, и также можно и помощь какую-то предоставить, то есть люди совершенно спокойно, если они это как раз-таки узнают об этом, они будут помогать. Да, конечно. Те, кто уже приезжает, и те, кто знает, что такое коридор, и как он действительно выглядит, они приедут с одним интересом, им действительно будет очень интересно увидеть, как вот этот серый коридор, когда-то расписанный детьми, но уже всё время съедает краски, и время делает своё, сейчас требует буквально, кричит коридор, раскрасьте нас. они увидят и хотят увидеть одно. Тот, кто придёт первый раз, конечно, он увидит, он откроет для себя совершенно новый мир, общение, общение с животными, пожалуйста, мы готовы дать любую собаку на прогулку, мы готовы запустить в щенячку, чтобы все наобнимались, все животные привиты, все обработаны, обниматься можно. Естественно, зайти в кошачье отделение, где встретят царь, огромный-огромный кот, конечно, быть в приюте лесопилкой, не зайти к кошкам, это невероятная оплошность, поэтому все, кто придут, они получат, помимо эстетического наслаждения, они получат тактильное удовлетворение и наслаждение с общением с животными. Терапия такая. Терапия просто, ну, не знаю, неземная какая-то, вылечиваются головные боли, спины, руки, но это мы, это наш татанический труд, он на самом деле каторжный, вот все, кто работает в приюте, сотрудники, руководители, помощники, волонтеры, но мы это делаем, наверное, с такой любовью, чтобы все, кто приходил, он этого не чувствует, он видит чистоту, он видит ухоженных животных, он видит любовь в глазах у этих животных и притягивается еще и еще и еще раз, вот, наверное, творческие личности, которые немножко нас обходили стороной, теперь они тоже будут вовлечены вот в этот процесс, и, наверное, это очень здорово, это итог фестиваля, мы рассчитываем, конечно, мы ждем каких-то вкусностей для животных, это будет какое-то время, которое мы потом сможем кормить, варить и так далее, но мы еще ждем притока новых людей, совершенно новых, которые были от нас, еще раз повторюсь, параллельно шли и не пересекались, вот сейчас мы пересечемся, и это действительно будет очень интересно, и нам, и им, и я думаю, что это пойдет дальше, выльется еще и еще, какие-то праздники. До мероприятия осталось меньше недели, остались ли еще какие-то организационные моменты, может быть, что-то еще не успели сделать, нужно успеть, что-то такое, что еще впереди? Ну, я бы так не сказала, ну, какие-то, да, моменты, они еще остались, скорее, больше по мелочи, вот, но, мне кажется, благодаря Платону, из-за того, что он такой энергичный, он сделал все разрешения, справки, все хорошо, все готово, все отлично, все чудесно, да, да, какие-то мелочи остаются, они остаются до самого конца, это всегда, это абсолютно естественно, при самой-самой лучшей подготовке все равно что-то будет, нестыковочки какие-то, но у нас есть опыт проведения больших праздников, профи абсолютные, профи с нами сотрудничают по вот этой эстетической другой стороне, и я думаю, что каких-то серьезных проблем, которые мы еще не решили, нет уже, все подготовлено, а вот эти мелочи, они сейчас вот абсолютно сотрутся, и будет просто праздник, мы очень на это надеемся. На самом деле, правда, это так прекрасно, слушать именно вот это соединение творчества, и животных, потому что это новая порция вдохновения, вот даже услышав про кота вот этого огромного, который встречает всех на пути, хочется то ли сказку написать, захотелось приехать, определенно, конечно, потому что это действительно нужно людям, и это здорово, что есть такое соединение, я думаю, что правда, очень хочется надеяться на то, что в этом будет развитие, в том, что действительно люди больше будут приезжать, и в том, что, опять же-таки, творческое вдохновение, да, пойдет дальше и дальше. В целом, мы уже обсуждали, Green Day Fest был на этих выходных, тоже новый формат, очень здорово то, что вы это делаете, потому что я, наверное, это наблюдала только в Петербурге, ну, в Пскове такого не было, и увидев, что в нашем городе замечательным это появилось, просто это огромная благодарность, конечно, за то, что оно есть. Я считаю, что признак фестиваля, это было то, что там были и люди, и родители с детьми, и школьники, и студенты, и взрослые, и постарше, то есть, и молодежь просто, то есть, это было полный охват, это как признак фестиваля, и я надеюсь, что вот как раз в коридоре тоже такое будет, аудитория будет вот такая разная, и всем будет интересно. Ну, как вы думаете, не возникнет каких-то сложностей именно как добираться? Расскажите немножко, как может быть проще это сделать? Мы очень надеемся, что сложностей не будет. Огромное количество людей знает, как добираться, таксисты практически все знают, как добираться, а вообще-то мы находимся в Лебятово, напротив нас ориентиры, это крекерная фабрика, это вкусняшка Лебятова, которая так и называется, четырехэтажное здание, в котором находится ОГИБУДД, если кто-то имел дело, какие-то проблемы, наверное, тоже знает, где это. Найти нас просто, мы всегда будем на связи, если кто-то заблудится, всегда может позвонить, вот мне как руководителю, я постоянно уже как навигатор, мне уже можно вешать бэджик, что я навигатор, я обязательно доведу людей до вот наших ворот. Давайте скажем, какой автобус. Автобус 14, он останавливается напротив Лебятовской лечебницы, и там уже не переходя дорогу, через маленький микрорайончик выходим на улицу Новгородскую, там можно спросить, где крекерная, местные называют конфетная фабрика, вот можно спросить, где конфетная фабрика, мы прямо напротив. Но я думаю, что люди пойдут, и машины поедут, это уже проверено, вот прямо паровозиком друг за другом, и все и приедут. И придут. Наш эфир подходит к концу. Я напоминаю, что гости нашего эфира были сегодня руководитель зоозащиты и приюта Лесопилка Вера Короткова и главный специалист Центра креативных индустрий Культура Плейс Арина Овчинникова. Мы обсуждали сегодня развитие культуры ответственного отношения человек-животные и обсуждали фестиваль Коридор. Надеемся, что наши замечательные радиослушатели дойдут до этого фестиваля. Напоминаем, 11-12 июня мы рассказали, как добраться, остается только приехать. Начало у нас в 11 часов. Начало в 11 часов. Я с вами прощаюсь, это была программа Беседка, у микрофона была Анастасия Слевинская. До встречи!